Съездили до Африки и обратно за три месяца. Супружеская пара кировчан, которые путешествуют по миру на красные копейки, вернулись домой. Сергей и Елизавета Верещагина никогда не пользуются самолетами и поездами. Они предпочитают автомобили, причем старые и отечественные. О том, с чем пришлось столкнуться кировским путешественникам в жаркой стране, расскажем в сюжете. В зеркала вот эти хром покупались отдельно. Колеса, эти специально советские колеса со штаммами, с колпаками хромированные. Хром пороги, салон полностью. Мы покупали две копейки без документов во время восстановления. Я их полностью разбирал, пилил и из трех машин, получается, собирал одну. Чтобы красная копейка была готова к долгому путешествию по миру, Сергей потратил не один месяц работы в гараже и почти 70 тысяч рублей. Поменял все, начиная от зеркал до колес. Во время поездки из Кирова до африканских стран машина почти не подвела. Единственная серьезная поломка случилась в Германии. Отказал двигатель. Помогли местные жители. Немцы были, наверное, самые приветливые. Ну, потому что они фанаты автомобилей. То есть мы там видели очень много старых автомобилей. Они такие... Да, у них это прям культура. Они этим занимаются, восстанавливают. То есть у них там... Им это было интересно. Они больше всего, наверное, нам на дороге внимание уделяли. Постегналили, махали, снимали нас на видео. Идея уехать за тысячи километров от дома поначалу казалась безумной. Но сильное желание приключений победило. Ради этого Сергей и Елизавета уволились с работы. Взяли с собой 75 тысяч рублей, сели в красную копейку и поставили цель – доехать до Марокко. Решили снимать свой путь на видео и выкладывать в социальные сети. В итоге блок кировских путешественников набрал большую аудиторию. Мы подумали, да, мы докуда доедем, развернемся, будут деньги кончаться и поедем обратно в Россию. Ну и наши подписчики в Инстаграме нам просто начали помогать. Мы потратили на путешествие 170 тысяч, а брали с собой 75. То есть сами можете посчитать, сколько нам денег закинули. Маршрут из Кирова выбрали затяжной. Побывали в Бельгии, Франции, Португалии, Испании и многих других европейских странах. Русских туристов на ярко-красной машине везде принимали тепло. Кормили блюдами местной кухни и оставляли на ночевке. Иногда приходилось спать в палатке. Единственная проблема, с которой столкнулись путешественники – аномальная жара, которая стояла в Европе этим летом. Мы застали эту европейскую аномальную жару. Даже для них это ненормально, когда 35-40 градусов жары все лето. Она как будто следовала за нами, эта жара. Мы вообще… Было тяжело без кондиционера. То есть если бы в машине был кондиционер, в принципе, это можно пережить. Но так как у нас такой специфичный довольно-таки автомобиль, нам еще приходилось включать печку, чтобы не закипел двигатель, отводить от него жар. Да-да-да. То есть на улице 40, и мы еще включаем печку и едем с печкой. В Марокко жара почти сломила кировских путешественников. Во время прогулок по пустыне, признаются, чуть не падали в обморок. Через неделю пребывания в Африке Сергей и Елизавета решили вернуться обратно в Киров. Путь до Марокко и обратно составил три месяца. Сейчас ребята дома. Они ищут новую работу, чтобы накопить деньги на очередное долгое путешествие. Признаются, больше всего хотелось бы съездить на Красной Копейке в США. Артем Миронов, Александр Марченко, информационный канал «Город». Артем Миронов, Александр Марченко, информационный канал.